И шаббат шалом всем! Итак, вот мы и готовы. Доброе утро всем тем людям, кто замерзают. Довольно-таки холодно, не правда ли? Итак, это пробудило меня утром. И последние нескольких дней были просто невероятными. Я думаю, вы знаете Дэнни Бен Гиги. И он, как можно сказать, номер один еврейский учитель, который учит евреев. Как у нас есть английский учитель, который учит нас английскому. И я был у него последних несколько вечеров, у него стараясь закончить книгу. И я обычно иду спать в девять, когда я пошел туда. Мы не легли спать до трех утра. И потом мы четыре часа позже проснулись, и до полуночи опять работали. И потом в пятницу вчера, и наконец-то я в два дня сюда попал, я еще не начал свои конспекты для сегодняшнего дня. И потом я работал вчера допоздна, чтобы приготовить все для вас сегодня. Ну, кажется, книга будет готова для распечатки в понедельник. И это будет хорошо. И распечатка будет в Аризоне. И там, наверное, будет несколько недель до того, как они подготовят книгу. И потом несколько недель, чтобы прислать сюда эти книги. Итак, я думаю, посередине следующего месяца книги будут готовы для всех. И я очень рад, потому что это будет невероятно. Я буду говорить об этом сегодня именно во время второй части. Но чтобы начать, кто из вас знает, что Тора есть свет? Это что написано в притчам 6.23. И мы не должны прятать наш свет под корзиной. Что это значит? Те добрые дела, которые мы делаем, потому что мы любим Господа. Мы должны показывать им всем. Итак, наша цель в Алшатай распространять Тору всем народам. И каждый из вас является светом. И мы собираемся все вместе, и мы все становимся одним большим светом. Каждый шаббат. И как напоминание. Знали ли вы, что они исполняют шаббаты на небе? Ну, как из Кинья Моисея было сделано по образу той, что на небе. Все то, что происходит здесь на земле, это по образу того, что на небе. Итак, сказав это, давайте мы все встанем. Давайте мы начнем с молитвой. Все вместе. Слышь о Израиле, Господь Бог наш, Господь един. Прославьте имя, Его величественную суверенность во веки вечной. И ты возлюбий Господа Бога твоего всем сердцем, и всей душой, и всей силой твоей. И эти слова, которые я повелеваю тебе в этот день, да будут на твоем сердце. И ты будешь учить их своим детям во всей точности, и ты будешь говорить о них, когда ты сидишь в доме твоем. Когда ты ходишь по дороге, когда ты ложишься, и когда ты встаешь. Ты завяжешь их, как знамя, на твою руку, и не будут напоминания между твоими глазами. Ты напишешь их на косяках дверей твоих и на вратах твоих. Когда Слово вошло в мир, свобода пришла. Вся Тора существует только, чтобы установить мир. Ее высшее учение есть любовь и доброта. Люби Господа Бога твоего всем сердцем, и что ненависть на тебе, не делай другому человеку. Это и есть вся Тора. Иди и учи ее, почитай друг друга, делай добре деянием, и созидая мир. Это и есть наше наивысшее поручение. Изучение Тора, оно всеми, потому что оно ведет ко всем им. Итак, будем учиться, чтобы учить, и будем учиться, чтобы исполнять. Это и есть дерево жизни для всех тех, кто стойко держится за нее, и все те, кто держится за нее, находят радость, ее пути приятные, и все стези, и ее есть мир. Помоги нам. Возвратиться к тебе, Господи, и тогда мы по истину возвратимся. Возобнови наши дни, как во времена прежние, как во дни нашей первой любви. Аминь. Все вместе. Отче наш. Сущий на небесах, и да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Даруй нам этот день наш ежедневный хлеб, и прости нам долги наши, как и мы прощаем тех, кто проступает против нас. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, потому что Твое есть Царство, и сила, и слава, во веки вечны. Аминь. Бладарин это, что я есмь пред Твоим лицом, о Царь живой и вечный, за то, что Ты восстановил во мне мою душу с состраданием. Велика Твоя верность. Итак, скажите кому-то Шаббат Шалом, и наши детки да пройдут вперед. Итак, несколько объявлений здесь. Каждый Шаббат в 2.30 у нас есть в этих офисах Тора Клуб. Итак, еженедельная молитва и прославление пока отменена. И здесь в офисах у нас есть время маны для пожилых с 10 до 11.30 утра здесь в офисах. И большинство из вас знает Даг Уайт. Он приходит сюда, и он постарше, но не настолько старше. Его ударила машина много лет ему назад, и у него есть головное повреждение или ушиб. Итак, он в эту прошедшую неделю отошел в вечность. Прекрасный, прекрасный человек. И я хотел просто вам дать знать об этом. Итак, этот год начался, и наш год аж до 2025 года. Но это не просто календарь. Это библейский календарь, который показывает вам, когда Бог будет именно пересекать человеческую историю, или будет пересечение, или вмешательство Божье в человеческой истории. Итак, есть Aleph Bait, если вы хотите выучить еврит быстро. Итак, вы можете получить календарь за бесплатно. У нас есть эта теология по замене, или заменение. Вы можете также приобрести. И также есть ESM USB. Есть 85 часов учений, 1500 страниц конспектов. Потом есть также Amalek USB, где вы получите и календарь, и художественное изображение за бесплатно, если вы приобретете. И, в конце концов, книга, которую Дэнни и я, мы стараемся правильно все сделать и подкорректировать. Это где-то через месяц мы будем иметь ее. Итак, любой, кто... Тот, кто подпишется сейчас, может получить эту книгу. Может получить эту книгу за 15 долларов, а позже они будут намного дороже. Итак, в Южной Корее, я был там несколько раз, и им нравится то, что мы делаем, и они брали весь наш Ютуб определенный и ставили на корейском, где я говорю на корейском, или кто-то говорит... Некоторые из них всегда, ну, 5000 просмотров, и кажется, я буду в Южной Корее 1 апреля там. Я очень рад быть там. И эта книга будет также на Южно-Корейском. Итак, я буду очень рад об этом. И в конце этого года, с 1 по 10 сентября, мы будем в Израиле. Мы не могли поехать в прошлом году из-за того, что началась война, но опять, если что-то произойдет, то мы не сможем. Но я всегда ищу окно возможностей, и мне нравится просто использовать момент. Итак, это то время, когда мы постараемся приземлиться в Тел-Авив, мы даже будем в Евроне, где Авраам и Исаак Яков похоронены. И это будет прекрасно. И сказав это, давайте мы встанем, и мы начнем с прославления, и потом мы начнем изучение нашей Торы. Итак, наш отец, наш царь, мы благодарим тебя, что он может прийти и использовать то дыхание, чтобы почтить Тебя, чтобы прославить Тебя. И мы молимся даже через наше прославление. Ты пробил любые артерии, которые забились, чтобы у нас были глаза видящие, уши слышащие и сердца понимающие то, что Ты говоришь нам в это время. Во имя Иешуа. Аминь. Аминь, аминь. Вы можете присесть. И наша трава Торы сегодня – это ваэра. И что значит ваэра? И я явился, или и я появился. И это о том, когда Бог говорит к Моисею, говорит о том, когда он явился. Его праотцам. Мы видим в исходе, 6 глава, 2-3 стих. «И говорил Бог Моисею, и сказал ему...» Он говорит, «Теперь ты увидишь, что я сделаю с фороном, и сильной рукой он даже выгонит их из своей земли». Бог проговорил к Моисею и сказал ему, «Я, Господь, являлся я Авраму, Исааку и Якову с именем Эл-Шадай, Бог всемогущий. А с именем моим Господь не открылся им». Ну, давайте задумаемся на минуту. Он сказал, «Я Господь. Я являлся Авраму, Исааку и Якову, но Бог всемогущий с этим именем я не открылся им. Но именем моим Господь не открылся им». Итак, как это значит, или что это значит, «Он являлся им, но не знали они Его имени». Есть 70 приблизительно имен. 70 разных имен для Бога. Но не все из нас. Но не все из нас переживают все эти имена. Итак, «элохим» есть это слово, и «элохим» значит «судья». Это царь, творец, правосудие. Вот почему в бытии один на день всегда используется «элохим». Но как только сотворен Адам во второй главе, он теперь «Юдхей Вархей». «Элохим». Господь Бог. Итак, Бог символизирует «элохим» как бы правосудие, а Господь, «Юдхей Вархей», это милость. Итак, Он милостивый царь. И мы видим вступление Господа, или мы видим это имя, новое Господне, которое скрывается нам, когда именно сотворен человек, потому что Он не только Господин, но Он также милостивый Господин, потому что мы нуждаемся в Его милости. Итак, мы знаем, что Господь являлся Аврааму, Исааку и Иаку. Давайте посмотрим Бытие 12, 7 по 8. «Явился Господь Аврааму и сказал, «Потомцу твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он горе на восток от Вефиля и поставил шатер свой так, что от него Вефиль был на западе. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И он призвал имя Господа, но не знал его имени как Господь. И я объясню это через минуту. Бытие 17, 1 по 2. Авраам был девяносто девяти лет. Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий». Он знал его как Эл-шедай. «Ходи передо мною и будь непорочен». Это звучит как тот можно сказать «Бог, который строгий и поставлю завет мой между мной и тобою. Весьма-весьма размножу тебя». Вот откуда мы видим имя Эл-шедай. Но Юрхей Вархей также является Исааку в Бытие 26, 1 по 2. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был в дне Авраама. И пошел Исаак к Авимлеху, царю Филисси, царю Филиссимскому. Герар. Господь явился ему и сказал ему». Он является Исааку и сказал. И он также является и Иакову в Бытие 28, 12 по 13. И увидел во сне, вот и лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божии восходит, не сходит, и вот Господь, это Юрхей Вархей стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, я мертвый Элохим и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я там тебе и потом со Твоему. Являлся я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бога всемогущего, а с именем моим Господь не открылся им». Итак, как он мог являться им, но они не знали его, как тот аспект. И это то же самое. Давайте скажем, мой папа был, он был тот, кто спасатель именно на воде, но он никогда не спасал меня, и я не знал его как своего спасителя, или он был тот, мой папа, он считал налоги, но он не считал мои налоги, я не знал его как тот, кто считает налоги. Итак, Аврааму, Исааку, Иакову, он Бог делает обетование, но Господь это тот, кто исполняет. Итак, Авраам, Исаак, Иаков, они все переживают Бога как тот, кто пообещал им эту землю, но они всегда были странники, пришельцы. Я верую в смысл нашей жизни. Почему я здесь? Это чтобы иметь эти 70 разных отношений с Богом. Он наш отец, наш брат, наш царь, наш спаситель, он наш искупитель. Он все эти разные вещи, и наша цель всей жизни это быть ближе к Богу. Он также наш учитель. Итак, это стараться соединиться с Богом, с всеми возможными способами. И когда мы соединяемся с Ним, наше отношение растет глубже. Когда Бог имеет определенное отношение с нами, когда Он раскрывает нам определенное свое имя, это не значит, что если мы научимся правильно говорить это имя, то мы потом можем манипулировать его. Есть движение, это имя, движение, которое называется сокровенное или священное имя. Вы должны сказать, вы должны сказать определенным способом больше имя, чтобы Он вас услышал. Но это неправда. Вы можете называть своего дедушку Бумпа, и он все равно будет понимать вас. И имя «Элохим», которое символизирует собой, является 2500 раз. Но Господь милостивый является 7000 раз. Он хочет, чтобы мы поняли Его и видели, воспринимали Его более как милостивый Бог, чем Бог, который справедлив, больше справедлив, просто очень жестокий, или не жестокий, а строгий, если правильно сказать. И многие люди думают, ну, Бог Старого Завета отличается от Бога Нового Завета. Он был строгий, тогда, а теперь Он позволяет тебе решить, сколько хочет. Нет, Он вчера, сегодня, и во веки тоже. Итак, Исход 6, 6 по 7. Бог сказал, Моисей, написано, «Итак, скажите нам, Израиль, вам я, Господь, и выведу вас из-под иго-египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцей, и простердусь судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом». И когда дело идет о спасении, есть разные степени, и есть разные части спасения. Вот мы видим, что Бог говорит Моисею сказать «Сынам Израиль, вы первое». Я Господь, я милостивый, и знаете, что я сделаю для вас? Я возьму и выведу вас из-под иго-египтян. И так есть большая иго на нас, и он снимет. написано «Избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцей, простертой и судами великими, и приму вас себе в народ». И вот почему есть четыре чаши, четыре чаши на пасхальном сейдере, и когда Господь взял чашу, и потом Он благословил, сказал, что я возьму и эта чаша как моих страданий. Итак, вот четыре чаши. Первая, когда Бог говорит «Я выведу вас из-под иго-египтян». Это чаша освящения, когда Бог говорит «Я избираю в тебя, и теперь я возьму это тяжелое иго с тебя». У нас есть эти грехи и грехи, которые мы не можем как бы снять. Итак, Он снимает с нас это иго, но мы все равно привязаны к Египту. Итак, Он снимает с нас это иго, но мы все равно не можем освободиться от всех этих зависимостей в нашей жизни. И вторая чаша это чаша избавления, где мы привязаны к рабству, и мы все равно в Египте. И вторая чаша Он спасает тебя от твоего рабства, Он берет наше иго, Он избавит нас от рабства, но есть столько много грехов, но мы все равно мы все равно но проблема в том, что мы все равно еще в Египте, когда Он даже освобождает нас от рабства. и третья это, что спасу вас мышцую простертую. И когда Он искупляет нас, есть цена. Когда вы грешите, есть цена, которая должна быть уплачена. И Он не только хочет снять наши грехи, Он также хочет сломать эти цепи, чтобы мы не возвращались к греху, но также должна быть цена, которая уплачена, чтобы вы были искуплены. Итак, вот мы, вот искупление, и весь Египет, он поглощен, но теперь мы в пустыне. Бог, это хорошо, но я не знаю, как найти свой путь в пустыне. Итак, есть четвертая, четвертая чаша, чаша принятия, когда Бог говорит, «Я приму вас себе в народы». Это не только Он хочет взять наши грехи от нас, Он хочет разбить цепи, оковы, этих привычек, Он заплатит цену, чтобы мы не возвращались, и потом Он хочет иметь отношение с нами. Он не просто выкинул Израиля там в пустыне, сказал, «Все, делайте, что хотите». Нет, Он решил, что Он хотел иметь это отношение с нами. И в Псалме 116, 13, есть неправильный перевод на английском, «Чашу спасений приму», но это вообще-то чаша спасений, которая относится ко всем четырем шагам, и имя Господне призову, потому что это символизирует у Бога, который милостив, хна. И есть ли у Бога нужды? У Него нет никаких нужд. И если это так, то почему Бог сотворил нас? И Он хочет с тобой лично иметь. это, например, как если вы имеете что-либо, что столь великое, что вы должны со всеми поделиться. Итак, если есть что-либо великое у кого-либо, это у Бога, и Он хочет поделиться с кем-то. Итак, Он не нуждался в нас, но Он хотел нас, потому что Он желает. Желает просто излить на свою любовь. Итак, Исход 7, глава 5 стих. «Тогда узнают египтяне, что Я Господь, что Он милостив, ибо тогда узнают египтяне, что Я не элохим, но нет, что Я Господь, Тот, кто милостив, когда просу руку мою на Гипет и выведу сынов Израилевых из среды их». Итак, то, что удивительно, они увидят, Израиль служит Богу, который настолько любит их, что они узнают, что Я милостивый Бог, когда возьму целую группу людей и выведу их из рабства. И если потребует от вас Фарон, что сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось пред Фароном, он сделается змеем. Итак, Моисей пришли к Фарону и сделал так, как поверил Господь и бросил и он жал свой пред Фароном и пред рабами его и он сделался змеем. Кто из вас помнит эту историю? Кто из вас знает, что это неправильно? Если вы знаете еврей, вы знаете, что это неправильно, потому что что происходит? Сперва, у Моисея был этот жезл при том горячем кусте, когда он кинул, это стало змеем. А слово на иврите для змея это накаш. Скажите, накаш. Это слово для змея. Но когда Моисей и Арон пред Фароном, Арон кидает свой жезл и написано, это стало танаим. А как есть два разных слова на иврите, каш и танаим. но они переведены то же самое, как змей. Потому что английский неправильно. Танаим это крокодил. И Арон кидает свои жезлы, и крокодил, и жал становится крокодилом. О, смотри, вот крокодил Бог, говорят египтяне. И вот именно чем это и стало. Исход 7, 20. Итак, сделал Моисей ирон, как повел Господь, и поднял ирон жазлы и ударил по воде речной перед лосами Фарона и перед лосами любовь его, и вся вода в реке претворилась в кровь. Почему Нил превратился в кровь? Нил был Богом. Каждая казнь была против разных богов Египта. И когда Нил превратился в кровь, это символизирует смерть Бога Нила. Кроме того, что это символизировало ту кровь всех детей еврейских мальчиков, которые были потоплены там. Итак, Исход 8.1.3 И сказал Господь Моисию, «Пойди к фарону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот, я поражаю всю область твою жабами, везде, и воскишит река жабы, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в дом рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои». И 6 по 7 стих написано, «Арон простил руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую». Хотите вы услышать одну из самых глупых вещей? «Тоже сделали и волхвы чарами своими и вывели жаб на землю египетскую». Если я был фарон, я сказал, «Вы глупцы, устраните их, а не больше приносите». Мне говорят, «О, смотри, мы можем то же самое сделать». Это показывает силу ненависти, вы можете ненавидеть кого-то и нечто настолько сильно, что это превыше вас и преобладает вами, и вы начинаете глупо поступать». Исход 8.8 «И сказал, и позвал фарон Моисея и Аарона и сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Я думаю, «Ну, почему он не просит, чтобы его волхвы сделали тоже». И потом, в Исход, 8 глава, 9 стих, «Моисей сказал фарону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя и в домах твоих и остались только в реке». и так кажется, и Моисей говорит, «Выбери, в какой день ты хотел, чтобы это все прекратилось». Я бы сказал бы, «Сейчас». А кто знает, это интересно, что он почтил фараона. Он сказал, «Ты, скажи мне, когда ты хочешь, чтобы это прекратилось или остановилось». И потом, Исход 8, 19, «И сказали волхвы фараону, «Это перс Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Итак, волхвы говорят, «Это перс Божий». Кто знает, как выглядит полная рука Божия? Они говорят, «Это только палец Божий». А фараон думает, «Ну, я не знаю». Они говорят, «Слушай, но ты хочешь, чтобы вся рука явилась Божия, не только перс, не только палец его?» Итак, это удивительно мне, как это все именно происходит. И 25 по 26 стих. И перезвал фараона Моисея и Иорона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал, «Нельзя его сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Итак, если мы убьем анцев, а им поклоняются египтяне, то что случится с нами? Они говорят, «Они славят анцев» или поклоняются анцам. Итак, кому из вас нравится барбекю, когда соседи готовят барбекю, и вы можете чувствовать этот барбекю? Но здесь, в Египте, весь Израиль будет иметь барбекю, убивая анцев, которым Египет поклоняется. Они говорят, «Мы можем чувствовать, а не убивать нашего Бога». И Бог говорит еврейскому народу, не только это, я хочу, чтобы вы потом взяли кровь ихнего Бога, которого они прославляют, и чтобы вы помазали косяки домов, чтобы они знали, какие домы именно убили анцев. Итак, то же самое с мусульманами. Если вы сделаете что-то столь радикальное, то они, наверное, постараются убить вас. Итак, интересно то, что Бог избрал уличный барбекю или барбекю на улице, чтобы все знали, что мы убиваем вашего Бога, чтобы все египтяне это знали. И когда-то происходит в месяце Ниссан, что астрономически это когда египтяне смотрели на небо. И когда их Бог Эрис, и это Овен там на небе, и они верят, что при полной луне это когда их языческий Бог Агнец, когда он при вершине своих сил. И в тот день Бог говорит, «Я покажу вам настоящего анца». Вы думаете, что тот Овен это ваш Бог, я покажу вам настоящего Овна и настоящего анца. Интересно, как время больше просто столь удивительно. И то, что важно понять об этом, не может быть никакой синхронности или ассимиляции. Мы думаем, ну, можно иметь оба. ты можешь понимать это этим способом, а я понимаю это другим способом. Вот почему у многих церквях есть праздник Хэллоуин или жатвы вместе. Но Бог говорит, «Нет, вы должны разделить темноту от света». Нет этого, с Богом есть или включен, или выключен свет. Нельзя наполовину включен или выключен. А мы думаем, ну, мы можем быть в обоих мирах, но Бог так не работает. Исход 9, 34 стих. «И видел Фарон, что перестал дождь и град и гром и продолжал грешить и отягчал сердце свое сами раба его». То, что удивительно, возвращаясь во времена Иеремии и провозглашая свободу рабам, то есть каждый 7-й год они должны были провозглашать свободу. Египет никогда не хотел провозглашать свободу. И мы видим Иеремии на протяжении 490 лет они не давали людям свободу каждый 7-й год. Итак, кто из вас знает, мы взываем к Богу когда мы в проблеме и мы тем, чтобы Иисус был в нашем кармане, ты будь просто там, Иисус, пока я не буду нуждаться тебе, а потом я достану тебя и скажу, помоги, помоги, ты поможешь мне, потом я поставлю тебе назад в карман и буду делать свое. Нет, так не должно быть. и тысячу лет после исхода что мы находим. Иезекиил 28, 25, 26. Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, я влю в них святость, моим пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Якову, тогда они будут жить на ней в безопасности. И построят мы и насадят виноградники и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми желателями их вокруг них. И узнают, что я Господь Бог их. Мы видим исход. Бог исполняет суд над каждым из их богов. 12 казней из 12 богов, на которых он сосредотачивается. И мы видим, что все будут знать, что он Бог, когда он будет производить суд над всеми теми, кто зло желает Израилю. И вот что грядет, люди не осознают, что есть Бог, пока суд не начинает не судить, и Бог начнет судить народы в это время, которые зло желает Израилю. Смотрите, все эти люди идут за или против Израиля. И все узнают, что есть Бог в Израиле. Потому что он начнет именно производить суд над всеми богами. Есть Холлиуирд, есть все спорты, есть айфон, он становится нашим богом. Как вы знаете, кто ваш бог? Это то, с кем вы проводите время. с кем вы проводите или с чем вы проводите время? Проводите ли вы время с Богом или все свое время на эти плотские желания или плотские мероприятия? Итак, Бог будет производить суд над всеми этими богами. Я не буду удивлен, если большая ЭМП происходит в Соединенных Штатах, и вся электроника исчезла, и Бог заберет этого бога. Но мы должны понимать, что мы в то время, когда Бог будет производить суды против всех богов, которым мы поклоняемся или люди поклоняются в этом мире. И чем больше мы устраним этих богов, тем меньше мы будем судимы за то, что мы служили этим богам. И сказав это, давайте мы все встанем, и мы помолимся, у нас будет перерыв, потом будет расслабление, потом возвратимся. Я поделюсь с вами нечто удивительное. Наш Отец, наш Царь, мы благодарны Тебе за то, что мы можем прийти и славить Тебя. Мы не хотим служить богам этой земли, но мы хотим служить Тебе. Эти боги этой земли не хотят, чтобы мы были в рабстве у них, но мы хотим служить единственному Богу, Тебе, живому, и сейчас я молюсь, Господи, чтобы Ты проговорил ко всем нашим и должны быть светом народом в это время великой темноты. И я благодарю за всех тех, кто здесь поместно, тех, кто смотрит нас по прямому эфиру в Соединенных Штатах и по всему миру, потому что мы хотим влаживать в Твое Царство. Мы хотим, чтобы они знали, потому что они Твои дети, которые отступили от Тебя. Мы всех тех, кто сеет в Твое служение, чтобы распространять святоры всем народом. Все вместе скажем, «Блосвят Ты, Господь наш Бог, Творец и Царь Вселенной, Ты блосвил нас Твоей Торой Правдой, Ты блосвил нас Твоим полным советом Твоего живого слова, силой Духа Твоего Святого, через завершенную работу, через завершенную работу Мессии и Иешуа. Ты едино сидел посреди нас, жизнь вечную. Блосвят Ты, Господь наш Бог». Аминь. Вы можете идти на перерыв. Аминь, аминь. Господи, Ты достоин всего. Ты настолько достойный, мы хотим славить Тебя, любить Тебя, и Отец также просил нас, чтобы мы полагали все наши беремена на Тебя, все тревоги, переживания на Тебя, и мы, как овцы Твоего пастбища, имеем много тревог и проблем. Мы хотим молиться за больных, и это может быть эмоционально, психологически, духовно больный отец. Мы хотим преподнести всех наших близких, всех, кого мы знаем, кто проходит через какую-либо болезнь. Ты великий целитель, Йохова Рафа, и мы просим Тебя о полном исцелении, не частичном, но полном исцелении всех наших любимых. И мы также хотим преподнести всех тех, кто не имеет никакого способа дохода, они нуждаются, чтобы окна небесные открылись. Отец, может быть, они нуждаются в доме, в работе, еде за столом, в машине. Мы хотим преподнести всех тех, кого мы знаем, которые нуждаются, чтобы окна небесные открылись. Если это надо, чтобы мы помогли им в финансовых нужах, то помоги нам быть теми, кто помогает. И мы хотим также помолиться за нашу страну и все со всего мира, молитесь за ваших лидеров, политических, военных, религиозных. Мы видим, что этот мир в полной темноте, и мы хотим преподнести нашу страну сейчас, чтобы ты обратил сердца лидеров, как бы ты ни обратил, чтобы они обратились к тебе. В полном раскаянии, мы просим пробуждения в нашей стране, и мы также молимся о народе Израилевым. Мы просим, чтобы ты дал им мудрость, и как сыны Исахарова, чтобы они знали, что делать, и когда, и как делать. Мы благодарим тебя, и мы, как дети твои, просим во имя Иешуы. Аминь. Аминь. Спасибо. Вы можете присесть. Как я уже говорил, у нас есть три способа, чтобы люди мы можем смотреть. Они могут смотреть на их веб-сайт. И многие из нас смотрят нас на Ютубе, и некоторые смотрят нас на Фейсбуке, и мы теперь можем видеть, откуда они смотрят. У нас есть люди из Канады, Мексики, Джамейка, Израиля, Филиппина, Северного полюса, Швеции, Южной, Северной, Африки, Германии, Курати, и со всех Соединенных Штатов. И одна из вещей, которых мы делали, это прогодили Новый Завет, и одно, что я хочу связать вместе с этим, это понимать библейский календарь. Многие люди просто не понимают библейского календаря, но это ключ, когда вы задумаетесь об этом. Календарь, который мы имеем сейчас, Григорианский календарь, на чем он основан, что определяет год. Солнце это солнечный календарь, только солнечный. Если вы посмотрите Бития 1.14, «И сказал Бог, да буду светила на Тверде Небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». Итак, написано, оба они, не только солнце или только луна, да, определяет наш календарь, который основан на солнце. Он сто процентов прекрасный, но это не тот, который Бог использует. Мусульманский календарь основан только на Луне. Это прекрасный ученый календарь, но это не тот, который Бог использовал. Он сказал, да будут они. Китайцы используют лунный и солнечный календарь. Они более точные, чем мусульманский календарь, но они не славят Бога. Они служат языческим богам на своем календаре, и поэтому Бог не использует этот календарь так же. Если вы посмотрите в те пять, треппо пять, что мы находим? Генесис 1.14, «Ладно им быть знаками», и здесь Генесис 5, 3-5. Давайте это очень слабо и получим а-ха- момент. Это говорит, Адам как долго? 130 лет. Он начинал Сон в своем луне имя Сест и дней Адама после Сест были 800 лет. И он был в сон и дочери и все дни Адама были 930 лет. И знаете ли вы что это значит? У них был календарь в то время. У них был библейский календарь. Как бы они знали, как долго они живут. И 935 лет, это не основано на григорианском календаре. Кто из вас знает, Папа Григорий не жил в те времена Адама. И это самое важное, чтобы понять, Бога есть календарь. Лунный год, это не то же самое, как солнечный. Итак, когда написано, как долго они жили, это не основано на солнечном или на лунном календаре. Это основано на библейском календаре. Кто из вас слышали, если дерево падает в лесу, и никто никого нету поблизости, то оно не делает никакого звука. Не, конечно, кролики слышали, лисицы и волки слышали. Это нарциссистское высказывание, вот все обо мне, если я не слышал, то тогда это не случилось. Сколько глупо. Итак, если дворец сотворил календарь для человечества, чтобы использовал, просто потому, что соединение что-то не использует, это не значит, что календарь не существует, не так ли? Это не о нас. Это о Боге, о том, что он сделал, и у него был календарь, и у него был календарь тогда, верьте этому или нет? Посмотрим Иеремия, 25 глава, 11 по 12 стих, он пророчествует, что земля Израилева будет пустыною и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому. Сколько лет? 70 лет, и будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ говорит Господь за их нечесть, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню. Иеремия говорит, есть 70 лет, в которые земля будет пустовать или пустыню. Почему? Почему земля являлась бы пустыней на протяжении 40 лет? Это потому, что они исполняли Шмита года на протяжении 490 лет. Смотрим Левит 25, 1 по 4 стих, «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, объявился нам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господь здесь каждый седьмой день, каждый седьмой год земля должна отдыхать. шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградик твой и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли. Суббота Господня. Поле твоего не засевай и виноградика твоего не обрезывай. Итак, Левит 25. Вот когда календарь и все исполняется. Итак, они должны исполнять седьмой день в субботу, земля должна была исполнять седьмой год в субботу и считай себя семь субботних лет. Семь раз по семи лет, чтобы было у тебя семи субботних годах сорок девять лет. Итак, после 7 у 7 это сорок девять. И следующий год это пятидесятый год. И это юбилейский год или юбилейный год. И восторби трубою в седьмой месяц в десятый день месяца. В день очищения восторби трубою по всей земле вашей. И осветите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое. И каждый возвратитесь в свое племя. Пятьдесятый год это будет у вас юбилей. Не сейте и не жните. Итак, мы видим, что они провозглашают свободу в юбилейный год, но они также провозглашали свободу каждый шмитт год. И как каждый седьмой год шмитт цикл провозглашали свободу, а потом провозглашали свободу два года подряд. Провозглашали свободу два года подряд. В сорок девятый и в пятьдесятый год. А какая разница? Сорок девятый год это экономическая перезагрузка. Вот откуда наши законы банкротства. Каждых семь лет можно заявлять о банкротстве. Это словно на этом. Итак, год, это была экономическая свобода. А пятидесятый год, это всегда как бы земля возвращалась к тем, кому она вначале принадлежала. они провозглашали свободу каждые седьмой и также каждый пятидесятый год. И переселил он оставшихся от меча в Вилон, и были они рабами его, и сыновей его, до воцарения царя Персидского, когда пришел Иран. Доколи во исполнение Слова Господня, сказанного устами Иереми. Земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет. Итак, что это значит? Израиль не делал, что Бог говорил им делать на протяжении четырехсот девянадцатых лет. Если каждый седьмой года не позволяли земле отдыхать, но они не дали ей покоя. земля не отдыхала семьдесят... Итак, земля должна была отдыхать семьдесят лет на протяжении тех четырехсот девяносто лет, но потому что они это не исполняли, Бог дал семьдесят лет отдыха все в одно время земле. Итак, в первый год цедария, сына Суирова из рода Медейского, который поставлен был царем над царством Халдейским. В первый год царствования его я, Данил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господня Киремии пророку, что семьдесят лет исполнится над опустошением Иерусалима. Почему семьдесят лет? Потому что на протяжении четырехсот девянастых лет они не исполняли Шмидта цикла. Итак, насколько важен Шмидта цикл Богу? Очень важен. Данила 9, глава 24 стих, теперь посмотрим. Теперь он получает видение семьдесят седьмин, определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечно. Запечатаны были видения пророк, и помазан был святый святых. Итак, когда он говорится о семи десяти недель, он говорит о семидесяти шмидта недель, о семьдесят недель, это как и раньше, это не только четыреста девяносто лет, которые они не исполняли завет. Он говорит, знаете что? Эти четыреста девяносто лет прошли, это четыреста девяносто лет и в будущем, это то, что произойдет с народом израильским. Даниила девять и леви двадцать пять, запомните эти две главы. Ей четыреста девяносто лет, он пророчествует о том, что произойдет, и утвердит заветы для многих одна седмина, одна седмина или одна неделя на английском, сколько-то лет, это семь, это шмидта цикл, и так есть шаббат на седьмой день. Семь лет это одна неделя готов. Понятно ли это? И вот что нужно понять, почему они ишли в Бавилон, чтобы земля могла оттокнуть семьдесят лет, потому что они не исполняют Ли Шмидта неделю. Написано, что запечатлит этот завет для многих или как бы говорится, что последняя неделя определит как бы будущность многих. И кто из вас знает? Кто из вас знает, что Данил был евреем? И что это значит? Это одна неделя, которая осталась. Это шмидта неделя. Что значит скорби, великой скорби не может начаться в любой год. Она должна начаться в начале шмидта цикла. И вот почему, если вы знаете Божий календарь, вы знаете, когда начинаются шмидта циклы, и вы знаете, когда начнется или должно начать. Если оно не начнется в первый год шмидта цикла, то есть семь лет, о которых вы не должны беспокоиться. Итак, одна неделя от шмидта неделя. И это не может начаться ни в какое просто время, а должно начаться в шмидта цикле. И вот почему мы должны знать, когда находятся эти шмидта циклы. И сейчас мы будем вдаваться в детали. У меня есть здесь и в моей книге. У меня есть каждый шмидта цикл. От нынешнего дня аж до самого сотворения у меня все эти шмидта циклы. И это все математика. И вот что нужно понять. Мы только что праздновали 118 юбилей. В каком году мы сейчас? Еврейском году. 57 84 так 57 84 Итак, 57 83 это был год юбилейный. Это также первый год следующего шмидта цикла. И это было 2022 и 2023. Мы только что начали 2024. Вот где мы находимся сейчас. И вот что мы должны понять. Каждый квадрат это квадрат семи лет. Каждый квадратик это одна шмидта цикла. И есть семь из них. Итак, есть вот 7 у 7. Итак, первый год следующего цикла это также юбилейный год. И также первый год следующего цикла. Итак, синий это 57 83, а следующий 57 89 это 2028 и 2029. Итак, это 118 юбилей от Адама. Это также 827 шмидта цикла от Адама. Мы только что видели юбилей. Это 2023 год, 50 лет ранее, это 1973 год. Это был юбилей до того. Итак, это было 7 лет спустя 57 40. Это 1979 и 1980 год. И 117 юбилей в 1973 году. Это когда Юм Кипур война начала. Мы только что прочитали. Они должны провозглашать юбилей на Юм Кипур. И так просто произошло на Юм Кипур. Первый день юбилея. Это война. Происходит война. Юм Кипур война. И вы можете видеть здесь, проходя эти даты. У меня есть каждый юбилей. 15, 16, 17, 18. Каждый шмидцак цикл 100 и прибавить все эти номера. И мы можем видеть все шмидцак циклы. прибавьте шмидцак цикл. 30 лет. Итак, я думаю, это очень удивительно. И знаете ли, что оставшиеся года истории, когда родился Иешуа, люди имеют разные дебаты. Я могу вам сказать именно точно, аж до самого дня, когда он родился, и сам год. Это настолько легко. сперва давайте посмотрим на книгу Луки. Сколько лет было Иисусу? Ему было 30 лет. Итак, если мы посмотрим на это. Когда он открыл святок, и где было написано, что он помазал меня, плавествовать нищим, проповедовать свободу. И что это говорит нам? Если он проповедует свободу, когда он начинает свое служение, это должен быть или юбилейный, или шмидцак год. Понятно ли это? Он провозглашает свободу. И здесь он начал, ему 30 лет. Он родился, 37-57. А шмидцак начался в 37-53. Это 8 или 7 год до рождения Христа. А шмидцак год это было 2 или 1 до рождения Христа. Он родился 2 года ранее шмидцак года. Он родился в 4 году до рождения Христа. Сколько лет ему было, когда он начал свое служение? Ему было 30. И мы идем 30 лет спустя, и что мы находим? Здесь мы находим. Это был 541-й шмидцак год. Итак, он начал свое служение в шмидцак году, провозглашая свободу, как и говорит Писание. Это был 26-й или 27-й год после рождения. нового исчисления эры. Итак, что мы видим? Он начал свое служение здесь, и потом он умирает 3,5 лет позже. Это будет 30-й лет. Это будет 30-й год, и давайте увидим что-то еще интересное. Матфея 10,5-6 написано, Иисус послал 12 послал и сказал, не идите путем язычков, или путем язычков, но идите к потерянным овцам Израиля. И кому они должны были видеть потерянных овец Израиля? Он говорит, я послан потерянным овцам дома Израиля. Итак, кому он послан? Потерянным овцам дома Израиля. Что это за слово здесь? Вы знаете это слово? Это Израиль. Каждая буква на иврите это также номер. Если вы прибавите число Израиля, номеровое число каждой буквы, то у нас есть 541. И в каком шмита году он начинает? В 541 шмита цикле, начиная с возслужения Израилю. И на мировое число это 541. Именно этого слова Израиль. Это удивительно. Итак, он родился, как я говорил, осенью 4-го года до исчисления нашей эры, нынешней эры, и когда он пошел, когда он был ребенком, пошел, взяли его в Египет, потому что Ира добивал всех младенцев. он был в Египте всего лишь 5 месяцев, он возвращается в последующую осенью, есть отмене в то же самое время. И давайте мы посмотрим опять на таблицу. Я начал здесь. Первое это творение Адама и Евы. Творение началось 3760 или 3759 до нашей эры. И потом 2105 это когда произошел потоп. Есть просто чисел в Писании. 1948 год до рождения Христа или до нашей эры это когда родился Авраам. И 2023 год до нашей эры земля Израиль обетована обещана Аврааму. А потом Исаак родился в 2048 и Иааков рождается в 2108 году. И теперь мы видим год 2238 от Адама. Год 2238 от творения или 1523 до нашей эры. Это 215 лет от обетования. Потом они проводят 215 лет в Израиле. И это 430 лет. Итак, это все математика. Все равняется. Иааков умирает в 147 лет в 2255 от творения. Иосиф умирает 130 лет это в 2309 году от творения и 1452 года до нашей эры. Я взял эти несколькие вещи и разделил на все циклы. Итак, Израиль. Иааков входит в Израиль. Иааков входит в Египет. Там именно два года до 1517 года. И здесь они все в Египте. Иааков умирает 22 и здесь они проводят все это время в Египте. Иааков умирает в 22 28 от творения. И потом Израиль входит в Египет 22 38 от творения. Итак, черное это первый год. Первый год. Это то, что мы видим в нашем Григорианском календаре. Седьмой год. Это также на нашем Григорианском календаре. Вот как это работает. Если мы помним, они провели 40 лет пустыни. Это было 24 93, когда Иисус Навин вводит в обитованную землю. И 24 93 это первый год шмита цикла. Это интересно, как все основано на математике. Когда вы видите, удивительно. Итак, что у меня здесь тоже есть? Каждый царь и каждое местописание. И опять, они все говорят, как долго писание нам говорит, как долго царствовал. Итак, мы видим, Давиду было определенное количество лет, когда он воцарился, и мы видим всех основных царей. Соломон, Раваам, Аса, Иосифат, Иеравам, и Азария, и мы видим всех этих царей. Итак, Манасия, Амон, Иосия, и Яхваз, он только три месяца правил, и потом Иаким, Иаким, также только три месяца правил, и потом Задеке, и потом, когда вы ведете в Google или говорите с учеными, они говорят, храм был уничтожен в 587-586 году. Но это неправильно. Храм был уничтожен в 400-м году до нашей эры. Я знаю это. и просто исчисляя от Адама до 33-61, и это 400 лет до 400 лет до нашей эры. Храм уничтожен тогда. Как мы это знаем? Мы знаем это, смотря на этот год 57, на этот год, как он сравнивается или как он совопоставляется с теми годами при исчислении назад к дням Адама. Итак, как мы знаем, если начинается юбилейный цикл? Если мы посмотрим на эту таблицу, и я пройду 1966 аж до 2035 году, где начинается юбилейный цикл и где оканчивается? Если вы видели эту таблицу, называется математика. Если седьмой год это Шмидта год, если это Шмидта год, он должен был поделим на семь. Итак, каждый из них должен делиться на семь. Итак, 57-33 он делится на семь. И это также делится на 49. И это значит следующий год. Это юбилейный год. И вот он и есть. 1973 год, это юбилейный год. Легко смотреть просто на еврейские года исчисления и видеть какой год это Шмидта год. Итак, мы видим, что следующий год это юбилейный год. Именно совопоставляя так и видя, если этот год делится на семь или на 49 или на обоя. Итак, давайте возвратимся. 819 это Шмидта цикл. 117 это 117 это юбилейный цикл. Смотря на ту таблицу. Вот где мы находимся. В 827 Шмидта цикле. Давайте посмотрим на эту пару минут. Давайте мы посмотрим Осья 5 глава 14 стих 3 стих 6 главы. И Бог говорит это пророчество, ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Юдина. Я растерзаю и уйду. Унесу и никто не спасет. Пойду возвращусь в мое место. Осознаете ли вы, что это говорит? Это говорится. В 70 году, после рождения Христа 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 храм унесет. 30 году, после числения нашей эры, Мессия возвращается, Он восходит на небо. Он говорит, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными. Это Йом-Кипур. Это когда они осознают, что Исуа есть Мессия. Скорби своей не с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем... Пойдем и возвращаемся к Господу, ибо Он извил, и Он исселит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, третий день восставит нас, и мы будем жить перед лицем Его. Итак, в третий день или тысячелетнее царство Он восставит нас, и мы будем жить перед лицем Его. Видите ли вы это? Итак, познавим, будем стремиться опознать Господа, как утренняя заря, явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, а растит землю. 30-й год от исчисления нашей эры. Это когда умер Христос. 2000 лет это сколько будет? 2030 год. И знаете, 2030 год это начало нового Шмидта цикла. 2000 лет, если он умер в 30-м году, два дня спустя, это будет 2030 год, когда Данил только осталось 7 лет, и Великая Скорбь начинается здесь, это седьмой день. Итак, нас есть 5 лет до начала Великой Скорби, и потом это есть 7 лет Скорби. Но написано, что он воскресит нас через два дня. Так, два дня, 2000 лет, это 2030 год, и он опять возобновит нас, и мы опять будем жить перед лицем его. Итак, потому что Данил был евреем, Великая Скорбь должна начаться при начале Шмидта цикла, и 2030 год, это начало Шмидта цикла. Но подождите, есть еще больше. Вот что еще. Знаете, что Хамас сделал с Израилем? 7 Израилем 7 октября. Что сделал? Кроме того, чтобы убить их, они отрубали их головы и другие части членов тела. В моей книге я говорю о Хамас. Я говорю об Амалеке. Кто такой Амалек? Знаете ли вы, что Амалек значит на иврите? Ам означает Ам означает Малак означает «Тех, кто отрубил головы». Амалек означает «Тех, кто отрубил головы». Это говорит Хамас «Это дух Амалека», потому что и Малак это значит «Тех, кто отрубывает годы». Итак, мы видим все то, что происходит исторически. аж до Адама. Мы видим все библейские события аж до самого года, и вы можете увидеть, кем являлся Амалек и то, что грядет в следующие пять лет. Мне нравится говорить «Мы служение, которое мы не коммерческая деятельность, если как бы сказать это. Нас запечатлило 12 тысяч солнечных затмений на протяжении 5000 лет, 12 тысяч лунных затмений на протяжении 5000 лет. Из тех 12 тысяч солнечных затмений есть частичные, есть полные солнечные затмения, Есть гибридные солнечные затмения, есть полногодние или полные, и где-то четверть или три тысячи – это полные солнечные затмения. Мы знаем, что полные солнечные затмения происходят по всему миру. Сколько полных солнечных затмений прошло над Америкой с того времени, как она стала страной? Это восемь. А когда восемь являлись? В 1700 году, во время этой войны за независимость, в 1800-х годах при Гражданской войне, и потом во время Вьетнамской войны, и теперь в 2000-х. И здесь мы имеем интерес в том, что полное солнечное затмение было семь лет назад в Америке. Это единственное полное солнечное затмение, которое прошло только через Соединенные Штаты, не Мексику и Канаду, просто Соединенные Штаты. Это значит, эта страна будет целью Божьей за наше непослушание. 8 апреля полное солнечное затмение, это покажет нам это. Я показываю все солнечные, все лунные затмения, которые происходят, и как они будут проследить на протяжении следующих нескольких лет. Я хочу, чтобы все были на Божьем календаре, потому что это то, что имеет значение. Не грегорианский, не мусульманский, не китайский календарь. Но если мы хотим знать... И я верю, что церковь заснула, потому что они были не связаны с Божьим... Они не были соединены с Божьим календарем все это время. И все, что я показываю, это образы того, что происходило, и, может быть, то, что и произойдет, и сойдя из прошлого. И сказав это, давайте мы встанем и закончим молитвой. И мы познакомились с Тхот alors, что и еще Zigовься лет. Продолжение следует... Продолжение следует...